Доброй ночи, дорогие мои. Ну вот сегодняшний ночной горгар я посвящаю на тему. А, я только что пообщался со своим подписчиком. И он мне вопрос задал по моему предыдущему ролику, что избежать, как говорится, налогообложения при покупке квартиры на ВНЖ при помощи турецкого гражданина, который не имеет жилья, не имел жилья, не был замешан в купле-продаже. В общем, чистой, будем говорить, историей такой, да. Это же, говорят, очень легко и просто. Ну я ему, конечно, сказал свою идею, но вы не обижаетесь, дорогой подписчик. Вот, я немного вам и нагрубил чуть-чуть. У меня метод разговора такой, когда люди немного что-то недопонимают. Но я вам скажу больше. Еще не нашелся, я думаю, не найдется человека, который бы обхитрил турецкого чиновника. Или турецкого налогового инспектора. Или как в Османской империи были собиратели податей. Не было такого человека. Хитрить их, обхитрить не получится. Почему? Сейчас объясню. Вот, я сказал в прошлом ролике, что, например, за 2 миллиона 100 тысяч, если берете, и указываете это, и должны вы оплатить 479 тысяч. Ну, грубо говоря, 450 даже возьмем, да, там мелочь, что будем считать. Теперь, вы оформили это на турецкого гражданина. Хорошо. Вы все равно, ну, уже не 479 тысяч, а от этой суммы платите ТАПУ-Вергесе, налог на ТАПУ. Это где-то порядка 130-150 тысяч лир. Вы оплачиваете от этой суммы 4% риэлтору. Это порядка около 60 тысяч рублей. Грубо возьмем 200 тысяч. У вас же ушли расходы. Вы сэкономили 200 тысяч всего, 279 тысяч. Но это еще не конец. Вам же все равно надо от турецкого гражданина переоформить его на себя. Опять же, вы по новой платите ТАПУ-Вергесеем. Такую же сумму и такую же сумму вы платите опять же риэлтору при переоформлении. У вас так и так выйдет 400 тысяч. Так стоит ли за 79 тысяч рисковать, обхитрять как-то? Нет. Мне кажется, нет. Вы ничего не выигрываете. Там копейки выигрываете. За 79 тысяч, а даже мотоцикл не дают. Конечно, когда крупная, короче, крупная сделка, крупная квартира, например, за 10 миллионов, допустим. Тогда тоже можно так же, опять же, через турецкого гражданина. Но опять же, налог по ТАПУ, но уже, конечно, не будет вот это несколько миллионов. А, ну, порядка 500 тысяч будет. Сумма большая. Риэлтор, то же самое, свои 4% возьмёт. Тоже порядка 200 тысяч будет. 700 тысяч. Когда вы на себя переоформляете. И эту же сумму, опять же, надо будет платить. И ТАПУ-Вергесе, и этому риэлтору. Понимаете? Поэтому, если вам риэлтора будут говорить, что, да всё нормально, давай через турецкого гражданина сделаем туда-сюда. Но прежде чем подумайте, что такие же расходы, которые вы оплатите уже, вы думаете, маленький расход, вы оплачивать будете два раза. И выйдет, извините, у нас говорят, то есть отсюда, из усовка от ТАПУ-Вергесе, сюда заклеил. Ничего это нету. Никакой это не будет, понимаете? Поэтому обхитрить не получится. Обхитрить не получится. Если даже вы выиграете копеечную, мизерную какую-то сумму выиграете. Мизерную сумму выиграете. Кроме того, вам ещё надо будет этого турецкого гражданина за его услуги. За то, что он себя, это сам хотя бы что-то заплатит. Ладно, если этот свой человек, например, да. Если, например, мой близкий друг. Вот как сегодняшний мне, вот это мои друзья кавказцы, да. Вот, это самое, ну как, с них что-то потребующее, что-то там, да, это. А если совершенно чужой человек, он скажет, плати мне за то, что я это. Иначе не буду переоформлять, и всё. Вы будете привязаны к этому человеку. Эта квартира, считай, это же не ваша. Не ваша, а его квартира. И чтобы с него взять, потом надо будет все его хотелки выполнять. Все его хотелки. А может, он вам и не даст вообще квартиру. Всё, до свидания. Пошёл вон отсюда. Жаловаться вы никуда не сможете. Поэтому я хочу сказать, что это дело такое. Я ещё, я же хочу сказать же, турецкого чиновника, обхитрить вам не получится. Многие хотели, многие, но не могли. Здесь или ты работаешь строго по закону, и живёшь спокойно. Или же туда, понимаете. Вы сами себе накажете. Выигрывать, чтобы около 500 тысяч, и заплатить 400 тысяч, 400 с лишним даже выйдет. При первом оформлении, при втором оформлении. Опять же, платить надо. Вам за ТАПУ платить, и тогда платить, и второй раз платить. Первый раз тоже за риелтор надо платить, второй раз. Риелтор бесплатно вам не сделает. Он официально берёт свои 4%. Даже если он будет успокаивать, всё нормально, переоформить. Оплатить кто будет. Так что нет, ребята. Обхитрить не получится. Вот я лично знаю, не получится. Так что даже если я же говорю, смог бы я помочь кому-то, это люди те же самые суммы заплатили бы. Эту сумму заплатили бы всё равно. А чужому человеку, корыстному. А когда тем более квартира на нём, извини, ТАПУ на руках, он же хозяин. Он что будет делать, то и вы будете выполнять. Скажет, миллион мне дай нафиг, вы дадите, никуда вы не денетесь. Тогда пойду, скажет, переоформляться. А так иди отсюда. И всё. Так что не шутите. Это не шутки. Или вы берёте по закону, оплачиваете все налоги. Или же вы берёте квартиру, пусть даже старенькую. Вот какую, это самое, что вам Всевышний пошлёт. Вот послал моим друзьям Всевышний нормально, отличную квартиру. Послал, может и вам пошлёт. Всё зависит от того, что у вас здесь. Если у вас здесь душа чистая, вам пошлёт. Всевышний всё видит. Говорят же, Бог не фраер, его не надуришь. Вот такие дела. Живите с чистой совестью и не нарушайте налоговые законодательства Турции. Не идите на поводу риэлторов, которые будут вас уговаривать. Они хотят просто два раза работать на вас же. Два раза. На их улыбки не смотрите. На их не это, что всё нормально будет. Нет. Их услуги уже не 4%, а за два раза 8%. За ТОПУ тоже самое, по 4-8. 16% вы оплачиваете уже. 16% у вас уйдут деньги. Даже всё по закону будет. Вот такие дела. Всех вам благ. Пока.